Я его написал 1 февраля 2013 года, 10 лет назад. Украинцы, называется Украинцы, стальные челюсти истории. Украинцы, мы великий народ, мы перемалываем всех, кто попадается на нашем пути. Да, среди нас нет Наполеона или Александра Македонских, но не нужно. Мы берем крепости с черной калитки, мы действуем как сладкий яд. Нас приятно пить, чтобы потом долго и мучительно умирать. Мы легко рождаем глушку, королеву, паскевича и рыбалка. Это подкупает империю, они любят масштабных людей. Но это приманка, проглотив ее империю, умирает рано или поздно. Речь подсподлита, Австро-Венгер, Российская империя, СССР, везде наш след. Если вы растущий имперский организм, не трогайте Украину, сдохните. Неизбежно, неотвратимо, поучительно. Украина крушитель смысла, кислота истории, пожиратель перспективы. Крае лангеньеров, черноземы проклятых, предбанник хаоса. Вот наше позиционирование на мировой арене. Заметим, не самое плохое позиционирование, нужно только это понять и принять. Пора понять главное противоречие украинского характера. У нас всего достаточно ресурсов, людей, ума. Единственное, чего нам не хватает, это понимание нашей силы. Реально, мы очень жизнестойкий народ. Мы умеем приспосабливаться, занимать ниши, умеем завоевывать. Мы не бьем в лоб, этому нас научила история. Мы бьем с флангов изнутри. Когда мы осознаем, какие мы мощные, то рано или поздно подойдем к имперской форме мышления. Сила порождает масштаб мышления. У нас есть сила, но нет масштаба. Мир – это масштаб. Хочешь владеть миром, а владей масштабом, иного пути нет. Когда мы дозреем до масштаба, перед нами откроются огромные перспективы. Просто нужно избавиться от того, что не дает смотреть на мир широко. Нужно меньше вективности, меньше жлобства, меньше подлости, меньше глупости, меньше зависти, меньше упрямства. Больше открытости, больше взаимопомощи, больше доверия, больше настойчивости, больше упорства, больше любознательности. Разве это будут украинцы? Если нужно стать сильнее, для этого нужно стать другими, нужно становиться другими. Пора изменяться. Кто не меняется, тот не имеет перспективы. Продолжение следует...